Девушки отдыхают Здравия, дети рода человеческого И дети всех нечеловеческих родов И вам тоже здравия Многие в наше непростое время уже в курсе про понятие гавах Но я напомню Гавах – это энергия страданий, страха и переживаний, излучаемая живыми существами Эта энергия является основным источником питания для сущностей нематериального тонкого плана Особый выплеск этой энергии происходит во время жертвоприношений и войн, которые сопровождают человечество всегда и везде на протяжении всей известной нам истории Впервые термин гавах был введен и озвучен Даниилом Андреевым в его книге «Роза мира» Тему гаваха разбирал в своих исследованиях Андрей Скляров, который в 2016 году был удален с нашей мерности Излучаемая энергия накапливается в специальных устройствах, расположенных в местах ее интенсивного выделения людской толпой После она направляется получателю Как именно это происходит, пока достоверно неизвестно Предположительно, это может осуществляться таким способом, как на видео И это не реверс, что можно заметить по движущимся машинам по дороге Важно заметить, что вкусной для них является также энергия с противоположным, так сказать, знаком Например, восторг толпы болельщиков на футбольном стадионе Или фанатов на концерте Итак, сегодня я покажу вам на примере своего восточно-казахстанского города Усть-Каменогорска Эти накопительные установки Той тонкоматериальной энергии, которой питаются паразиты Всем известно, что больницы от слова «боль» не приносят никакой радости живым существам Они едят страх и пьют боль Именно поэтому на территории любого больничного комплекса или вблизи него вы легко обнаружите такие устройства Первая наша остановка будет восточно-казахстанская областная больница по улице Протазаново Которая пролегает вдоль набережной реки Ульба Точно напротив входа в стационар установлена конструкция под названием «Журавль» В память пострадавшим при участии в ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС Здесь налицо некротическая привязка и ключевое слово «пострадавшим» В основном накопителями, проводниками и передатчиками энергии Служат различные памятники заложенным покойникам или богам Выполненные из гранита и металла Также для большей проводимости энергии нужна вода в виде фонтана или природного водоема, как в данном случае Следующая остановка – консультативно-диагностический центр этой же больницы на проспекте Победы Тут конденсатором является пирамида на крыше над его входом И инфернальное недоразумение из гранита на ближайшем перекрестке Вот уже как несколько лет этому художеству не удосужились сочинить название На карте оно обозначается как архитектурное сооружение Смешались в кучу кони, люди Следующая остановка – площадь Ушанова Здесь расположился целый комплекс онкологической боли В центре площади памятник из красного гранита Якову Васильевичу Ушанову Воздвигнутый в 1973 году в центральной части города на проспекте Ленина В наши дни проспект независимости Яков Васильевич Ушанов – большевик, первый председатель Усть-Каменогорского совдепа 7 ноября 1918 года сожжен в топке парохода «Монгол» Это и есть некротическая привязка к заложному покойнику Владыка света хочет сжечь своих врагов Утонувший бог хочет их утопить Почему все боги такие злобные сволочи? Что характерно, сейчас к этой гранитной закладке нет пешеходных переходов А при СССР Ушанова посещали молодожены и возлагали к его ногам мертвые цветы На противоположном углу больничного комплекса стоит еще один накопитель из белого гранита под названием «Любовь» Вода в наличии вблизи тоже имеется Следующая остановка – городская больница номер 4 по проспекту Шакарим Ранее улица Ворошилова И при ней центр матери и ребенка По-простому – роддом При входе в роддом конденсатор энергии в виде скульптуры «Женщина с ребенком» А на перекрестке вблизи больничного комплекса Непременный атрибут из красного гранитного яблока Алматы и Усть-Каменогорск отныне венчаны яблоками В столице Восточного Казахстана в 2014 году побывал аким южной столицы Алматы С чьей легкой руки в городе Металургов выросла копия знаменитого гранитного яблока Установленного на Коктобе Далее мы переместимся в другую часть города Расположенную на противоположном берегу Иртыша Издавна этот район называется Кашете Комбинат шелковых тканей По улице Утепова располагается центр матери и ребенка На территории которого установлено множество энергетических точек доступа Женщина с ребенком Семья Моралов Ребенок на ладони Мать и дитя Композиция Семья С дырой в форме сердца И еще несколько скульптур без названия Через проспект Казыбе-Би располагается еще один центр матери и ребенка На его территории функцию накопителя выполняет вот этот валун А на нем табличка с надписью «Аллея Сбербанка» Это подарок городу Усть-Каменогорск от Сбербанка В честь 15-летия работы в Казахстане Дополнительным накопителем человеческих эмоций Является расположенный рядом с роддомом Парк имени Сагадата Нурмагамбетова В нем просто обилие инфернально безобразных конструкций из нержавеющей стали По середине парка расположен фонтан Эта конструкция называется «Птицы» Множество валунов Ну как обычно для таких мест Это кстати тоже фонтан Просто он сейчас еще не работает Невероятного дизайна В этом месте я бы не советовал вообще садиться и отдыхать Эта конструкция называется «Яблоки» А рядом какое-то подобие гроба Тоже фонтан В виде какого-то шара Сферы Но эта штука Пока еще без названия И на карте ее даже нету Все это выполнено из нержавеющей стали На входе находится арочка В виде буквы «М» Ну и название «Ускимен» Прикреплено к камню заключенному в решетку Центральным накопителем в этом парке С установками не имеющими ничего общего с гармонией и красотой Является расположенный в центре памятник Сагадату Нурмагомбетову Первому министру обороны Республики Казахстан Оба эти потока энергии С одного роддома и со второго через парк Направляются к монументу независимости Расположенному на Т-образном перекрестке двух проспектов Скульптурная композиция символизирует историю становления казахского ханства На вершине установлены скульптуры основателей казахского ханства Кирея и Жанибека В центральной части монумента расположены скульптуры трех верховных биев Толе би, Козыбек би и Айтике би В нижней части монумента барельеф с историей развития Казахстана И снова здесь мы видим эти конструкции из нержавейки Три справа и две слева Число 23 играет особую оккультную роль Число 23 удобно для каждого в этой безумной игре В игре? Да Паранойя В литературе число 23 играет огромную роль Правда? 23 аксиома в геометрии Человеческое тело состоит из 46 хромосом По 23 от каждого из родителей Кровь проходит по всему организму за 23 секунды Что это? Что это за число? Два деля на три Точка 666 Число дьявола Книги Откровения всего 22 главы И мы знаем Чабана заканчивается Есть люди, которые стараются увековечить дурную славу чисел Посмотрим внимательнее на эти изображения На нержавеющих конструкциях Какие-то непонятные гуманоидные существа Мало похожие на человека Одно с солнышком вместо головы А другое так вообще У меня просто нет слов Перед монументом на стоянке есть 13 ограничительных столбиков Что тоже само по себе знаково На этом наше сегодняшнее путешествие по больницам города Усть-Каменогорска Завершается А вишенкой на этом торте Будет небольшая история Основным устройством сбора пси-энергии в нашем городе Я считал Байтирек Который является мини-копией Байтирека в столице Казахстана В городе Астане В нашем городе Эта конструкция была установлена в 2010 году Осенью прошлого года На кольце с Байтиреком Была проведена операция Полный шундец А весной этого года Байтирек был демонтирован Совпадение? Ну как обычно Официальная версия звучит так Под архитектурным сооружением С каждым годом все больше просаживается грунт Так как сама конструкция достаточно тяжелая Главная опасность такой просадки в том Что под кольцом находятся Главные магистральные узлы города Конструкция будет перенесена в этнопарк на левом берегу На этом я завершаю сей сказ И да прибудет с нами мудрость Прошлых воплощений Всех обнял Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...